Ну да, шаг налево это всегда шаг назад. Привет. Предлагаю немного размяться. Поднимите руку, кто из вас слышал хоть раз в жизни такой вопрос от друзей, приятелей, коллег. О, есть. О, почти все. Отлично. У кого из вас были сложности с выходом на лицо, принимающее решение в какой-то компании? Есть. Отлично. Все, не зря. Меня зовут Максим. Я представляю проект «Экспертный круг». Это сервис, связывающий бизнесы за счет теплых контактов у наших агентов. Почему сложно выходить на лицо, принимающее решение в холодном? Это сложно, это долго и это может быть дорого. Какое решение мы предлагаем? Знакомство с лицом, принимающим решение, организуют агенты, либо эксперты, которые уже их знают. Друзья ЛПРа, это может быть бывшие коллеги, действующие коллеги, какие-то партнеры, которые уже с ними знакомы и которые что-то им, может быть, продавали уже. Они это смогут сделать легко и быстро. Значит, для вас продажи будут быстрее, продаж будут больше. Ну и как факт, быстро будете расти. Как работает сам сервис? Мы получаем заявку от заказчика, проверяем ее, то есть фильтруем, может быть, в какой-то мере. Если все окей, отправляем заявку на конкретного человека, либо на отрасль, к эксперту, либо агенту. Если он готов выполнить ее и он знает определенного человека, который готов встретиться, он нам дает информацию, что да, есть такой человек, которому интересно, или он готов встретиться с компанией, которая предлагает услугу или продукт. Мы это озвучиваем нашему заказчику. Если все окей, мы организуем встречу. Какой рынок? Мы примерно понимаем, что в компании, работающих в B2B-сегменте в России, порядка 500 тысяч именно работающих, всего их больше. Мы таргетируемся примерно на 10% из этой цифры. Мы примерно понимаем, что одна компания в месяц может заказывать порядка двух встреч. И средний цикл работы в B2B-сегменте с компанией 15 месяцев. То есть мы предполагаем, что мы будем работать с одним клиентом в течение 15 месяцев. Средний чек нашего продукта в 5000 рублей. Здесь мы говорим только об одном продукте, это организация встречи, то есть которая не подразумевает под собой продажи. Наши конкуренты, с которыми так или иначе у нас пересекаются функции, это LinkedIn, Oracle, соцсети, может быть форумы какие-то, где можно просто раздобыть контакты. Опять же, они будут холодные. Хочу рассказать кейс. 15 секунд. С женой, которая решила выступить в качестве агента. И сказала, я хочу быть полезным. Она сейчас сидит с ребенком в декрете, заполнена нашу форму, отразила отрасль, где она может быть полезна, где она обладает наибольшими связями или знакомствами. И мы прислали ей задачу. Так получилось, что задача не являлась конкретно в ее компетенции и из ее отрасли. Она сказала, что я навряд ли смогу чем-то помочь и отказалась. Впоследствии она вышла на улицу на площадку, разговаривалась с другой мамой, соседкой из соседнего подъезда. Она сказала, слушай, у меня муж занимается именно тем, что продает вот эту продукцию. Ну, то есть не сам, через партнеров. Он тебя может свести с определенными партнерами. В итоге он сказал, что я это сделаю бесплатно, потому что мы соседи. И разослал своим партнерам эту информацию. Они уже сейчас начали откликаться. И мы предполагаем, что у нее, как у агента, в этом месяце может быть организовано 12 встреч. То есть 12 человек из этого списка уже ответили на это письмо и подтвердили, что да, им это интересно. Возможно, они встретятся. Здесь мы нашли команду экспертов, маркетологов, разработчиков, специалистов, дизайнеров. То есть мы собрали вообще отличную команду. Еще один момент. Здесь в первый же день мы нашли сразу двух потенциальных клиентов, которые готовы бы воспользоваться нашим сервисом и потенциальных агентов, которые также готовы выполнять эту задачу, если они смогут это выполнить. Если вы хотите поддержать этот проект, можете также регистрироваться агентом, либо заказчиком. Спасибо. Спасибо, хорошо. Эксперт, веселый. Вопросы. Кейс-жима хорошо, но мне не повезло заработать. С вас нагрузка снята небольшая на месяц. По финансам. На самом деле здесь есть психологический порог, очень серьезный, потому что эксперты передают своим друзьям советы. Действительно, вы написали хорошую фразу, но если у тебя специалист-стоматолог, я, может быть, спокойный дам, потому что стоматология, зуб подлечить, мне скажут, можешь ли ты мне дать контакты в базовом элементе, надо бы доказать, что я могу дать. Даже не всякому другу, потому что можно написать, у меня это сразу спам пойдет, так что все нормально. В данной ситуации четвертый пункт еще. В тех проблемах, какие сложности есть. Не надо переключать, там второй слайд у тебя был. Там всякую фигню предлагают. Почему фигню? Я просто зачастую, да, я отказываю друзьям, потому что, послушав его, я понимаю, что не надо туда идти и не знаю вторую сторону, я вот прощаю, да, я обрубаю эту ветку и говорю вещи в другом месте. Ну, это вопрос поиска экспертов, да, поиска контактов, там, ну, тема хорошая, насколько это будет жить и на какой уровень это будет работать, да, найти поставщика в той индустрии. Странный человек, что он не может сесть и за 15 минут найти поставщика себе, да, сегодня это, ну, проблемы большой нет, да, и выйти, если у него качественное предложение, выйти можно всегда. Особенно если поиск поставщика, то есть поиск покупателя сложнее. Сервис как раз и рассчитан на поиск покупателя, то есть покупателя сложнее найти, и не всегда понятно, кто в компании, то есть это чисто B2B продажи, не всегда в компании понятно, кто отвечает за покупку того или иного продукта, то есть за какую-то услугу может отвечать один топ-менеджер, за покупку другого продукта отвечает другой топ-менеджер. Либо они вдвоем, либо у них есть цикл какой-то продаж и согласований. Чтобы сократить саму продажу, цикл продажи, мы предлагаем воспользоваться этим сервисом. А как вы считаете, какой рынок компаний, которым будут продавать? Что это за компания? Можете назвать? Ну, пару-тройку. Которым? Которым они будут что-то продавать. Ну, есть... Примерно, по названию просто набросайте их, если вы можете. Ну, чаще у нас сейчас, из примеров у нас есть... Чаще люди идут просто в отрасль. То есть им интересна отрасль, им без разницы какая компания. Вопрос. Еще один вопрос. Интересная область монетизации нетворкинга, попытка заработаться на нетворкинге. А какие-то аналоги заубежные существуют? Существуют, но их очень мало. Единицы. Не анализировали? Почему? По крайней причине их мало. Пока не анализировали. Спасибо. И второй вопрос. Что у вас есть изготовлено? На какой вы сейчас стадии? У нас есть заказчики, у нас есть агенты. Мы выяснили, что заказчиков гораздо проще найти. Есть заказчики, которые уже давно работают на рынке. То есть мы сейчас нарабатываем больше, расширяем сеть агентов. Агенты подключаются медленно. А с технической точки зрения, что готово? Технически мы отправляем на сайт, попросим заполнить анкетку, максимальную информацию, презентацию. Если это заказчик, чтобы он приложил свою презентацию, побольше описал о себе, преимущества. И опять же, мы фильтруем на начальном этапе, чтобы более-менее отобрать качественных заказчиков, чтобы агентам не было стыдно. Просто кто-то не хочет быть агентом, потому что он не знает, что это за компания. Мы сейчас фильтруем только тех, у кого уже есть первая продажа или какие-то продажи известным компаниям. Топ-3 мы обязательно просим указать, кому они уже предоставляли эту услугу или продавали свой продукт. Еще есть маленький, короткий вопрос. Возможно, я пропустил. Вы говорили, в какой пропорции деньги агент выставите? Что вы себе оставляете? Если это встреча, то 50 на 50. Спасибо. Правильно ли я понимаю, я, кажется, задавал этот вопрос, опять же, когда мы с Ильей Знолома общались. Правильно ли я понимаю, что это сервис, в первую очередь, для тех компаний, у которых отдел продаж работать не умеет? Не совсем так. Опять же, компания у нас есть, одна из первых, которая к нам подключилась, это производитель светодиодных светильников, работает с 97-го года. Они полностью поставляют освещение в Макдональдс, полностью все либо переоборудуют, либо заново строящиеся объекты полностью оборудуют освещением, подсветкой. Они видят нас как дополнительный канал продаж. То есть у них есть определенный цикл выхода, есть сложности с продажами или переговорами. Они нам говорят, давайте нам человека, мы сами все продадим, но дайте нам человека, который принимает решение за закупку нашего товара. То есть они не могут воспользоваться гуглом, потому что 6 компаний, которым они могли бы сделать предложение и, соответственно, найти человека в LinkedIn или в Facebook, не знаю, кто-то еще. Ну, кто-то отвечает в LinkedIn, а кто-то нет. То есть у них есть отдел продаж, они работают, причем довольно хорошо работают, насколько я понял. Мы общались и с продажниками, которые продают, они, в принципе, готовы всегда на любом этапе поддержать. и общались с руководителем. То есть что ими движет, не совсем понятно. У многих, точнее не у многих, а у всех разные потребности. Кто-то хочет увеличить продажи, кто-то хочет их ускорить. ответил, да? Да. Спасибо. Есть еще временно один вопрос. Есть много областей сейчас в обществе, которые переходят из фазы такой эмоциональной и личного общения, они так алгоритмизируются, механизируются. Например, встреча юношей и девушек, то есть раньше это было в фазе личных отношений, сейчас появился Tinder или даже Pure. Вы говорите о том, вот был нетворкинг, люди общались, встречались лично, давайте мы это автоматизируем, механизируем, поставим на рациональную прагматическую почву с заработком денег. И это, в принципе, нормально. Вступают в силу, может быть, другие критерии, не финансовые, а может быть, даже этические. И сколько тут плюсов и минусов, не знаю, не знаю, что здесь перевесит. Может быть, в каких-то областях это и хорошо. Но мне подумалось, что если вы выделили такую проблему, как нехватка прозрачности компаний, к которым обращаются другие сторонние, может быть, можно попробовать эту же проблему решить, но каким-то другим образом. Есть ли способ, допустим, повысить прозрачность компаний, которые все равно заинтересованы, всегда заинтересованы в хороших подрядчиках, поставщиках, контактах, но выборов тему, может быть, с меньшим количеством подводных камней. Это такая идея, вопрос на подумать. У нас есть ряд вопросов, которые нужно доработать, в том числе мы получили обратную связь и от экспертов сегодня. Мы себе поставили сейчас задачи отработать их, и одно из самых лучших решений, которые мы сейчас придумали, не придумали, но подсказали, да, мы остановимся на одной отрасли и под конкретную отрасль уже наберем агентов. То есть отработаем на одной отрасли. То есть по одной отрасли проще найти агентов и с ними уже работать и отработать какие-то косяки. Хорошо, спасибо, успехов. Спасибо. Узнайте оружие.